Меня зовут Юлия Лутвиненко. Я витаю вас из Киева и витаю нашего гостя. Назвестно с нами сегодня будет Дмитрий Гудков, громадский и политический деятель. Панель Дмитрия, доброго дня, слава Украине. Да, приветствую вас. Я хотела бы, знаете, сразу начать с международной повестки, если ее таковой можно считать. Если таковой можно считать встречу лидеров Китая и Белоруссии. Вот как вы оцениваете визит Лукашенко, зачем он туда отправился и что бы это значило? Ну, если честно, я за этим прям не слежу. Но здесь, мне кажется, даже следить не нужно, чтобы понимать, для чего это происходит. Дело в том, что для Лукашенко дорога на Запад закрыта. При любом раскладе и при любом финале войны России против Украины. Очевидно, что Путин не является полюсом в современном мире. Потому что это экономика, которая там в районе полутора процентов мирового ВВП. Путин изгой. В России находится под 12 пакетами санкций, в изоляции. И сегодня, если ты не дружишь с Западом, находишься в серьезном конфликте, вообще можешь быть осужден уголовным судом западным, то тебе надо дружить с Китаем. Я думаю, что Лукашенко чувствует слабость Путина, но, может быть, не в моменте, а в перспективе. Он просто на всякий случай закрепляет отношения с другим полюсом. А насколько, как вам кажется, это ошибочно или стратегически важно сделать ставку все-таки на китайский рынок, а не на европейский? Потому что у Лукашенко, у каждого человека, у каждого лидера всегда есть выбор. И Лукашенко все время, а он как флюгер, потому что угадывает эти настроения, чего-то надеется. И, кстати, странная ситуация. Неужели Белоруссия не может существовать как самодостаточное государство без привязки к России? Да никто в мире нормальным не может существовать как самодостаточное государство. В общем-то, глобализация – это процесс, когда, в общем-то, кооперация становится самым основным трендом. Кто-то машины делает, кто-то телефоны. Важно понять. Нет, подождите. Это кооперация или слияние и поглощение? Потому что Российская Федерация, по сути, поглотила Беларусь. Ну, я бы не сказал, что поглотила. Все-таки Лукашенко достаточно жестко защищает интересы своих предприятий. Нет. Значит, самодостаточным в современном мире быть – это значит отсталым. Да, потому что тогда ты должен делать самолеты, ты должен, так сказать, производить сельхозпродукцию, технологии и все остальное. Но такое себе могут позволить, ну, может быть, там, какие-то 2-3 страны в мире, типа Америка, там, Китай, может быть, какие-то там европейские страны. Ну, и, пожалуй, все. Вот. И более того, вообще выгоднее развивать свои положительные стороны. Если ты хорошо делаешь технологии, вот вкладывайся в технологии. Если ты плохо делаешь самолеты, ну, не надо делать самолеты, дешевле их купить. Потому что Путин, он потратил на Суперджет 7, по-моему, или 10 миллиардов долларов, да, и только Суперджет так и не стал конкурентоспособным в мире. А для внутреннего рынка производить бессмысленно, за эти деньги проще купить какой-нибудь Аэробус там или Боинг, который тебе прослужит там десятилетия, а эти деньги вложить, например, в те отрасли, где ты можешь стать лидером в мире, или, по крайней мере, занять какую-то серьезную позицию. Вот. Так что, значит, Лукашенко, безусловно, рассчитывает на российский рынок. Да, для него российский рынок – огромный рынок. Но я думаю, что хитрый дедушка, да, или как его там, батька, и мне сказали его не называть, потому что белорусы обижаются, никакой он им не батька. Я думаю, он хитрый, и он прекрасно понимает, что Путин и путинские элиты сейчас будут договариваться с Китаем. Это значит, что Китай будет серьезно влиять на российскую экономику. Если ты хочешь быть внутри этой экономики, то ты должен договориться не только с Путиным теперь, да, но и с руководством Китая. Я думаю, вот как бы и смысл визита. Хорошо. Теперь о военных действиях. Я вот вижу разговор одного из украинских медиа с участником Ставки у президента, и он видит со своим впечатлением, он говорит о том, что после приезда главы Пентагона Лойта Остина в Киев президент Украины якобы приближается к решению о смене Валерия Залужного, главнокомандующего дворожного сил Украины. Как вы полагаете, насколько действительно это важно? Потому что мы же видим, что без союзников нам не справиться, но тем не менее, я вижу желание президента Зеленского наращивать военную мощь внутри страны, и он готов к этой обороне. Но вот эта развилка, на которой он может оказаться к весне следующего года, чем может закончиться, как вы полагаете? И действительно ли рискнет Запад открыть второй фронт и серьезно противостоять России? Или все-таки, как мы уже говорили в первой части разговора, слияние и поглощение не избежать? Ну, тут два вопроса в одном. Что касается перестановок внутри Украины, я такие вещи просто не комментирую. Это внутреннее дело Украины. Решать, кто там президент, кто министр и прочее-прочее. Насколько я понимаю, Залужным многие в Украине довольны были всегда. Что там поменялось, это как бы дело внутреннеукраинское. Мне не хотелось бы туда вообще лезть и комментировать. Значит, какой будет финал, я уверен, что это в любом случае зависит не от внутренних перестановок, а это зависит от объема помощи, который Запад будет оказывать или не будет оказывать. Все будет зависеть от закона, который, бюджета, который принимается в Америке. Надеюсь, что он все-таки до конца, до Рождества, до Рождественных каникул будет принят. Это значит, что Украина, как минимум, получит не меньше, чем в прошлом году. Это значит, что она сможет продолжать боевые действия и, может быть, даже контрнаступать. Соответственно, зависит от того, какие решения будут приняты в глобальном Европейском Союзе. Так что от перестановок, я не думаю, что там сильно что-то поменяется, если это не приведет к какому-то внутреннему расколу элит внутри Украины. Но это подчеркиваю, я такие вопросы не комментирую. Ну, давайте чисто мы будем не поговорить с точки зрения вмешательства в внутреннюю политику, а с политологической точки зрения. На самом деле, я думаю, что тут никакого противостояния ни у Зеленского, ни у Залужного нет. У них одна цель и одна задача. Но появился некий фактор по имени Арестович. Человек, который выступает, кстати, и на позиционных съездах российской оппозиции и говорит весьма нелицеприятные вещи. С одной стороны, можно было бы подумать, что он озвучивает, может быть, возможные, но непопулярные сценарии, скажем, офис президента на себя бы не взял такую миссию, поэтому такая участь упала на Арестовича. А с другой стороны, это действительно очень подрывает какой-то такой боевой дух и настрой. Как вы думаете, насколько опасен фактор Арестовича? Юль, вы меня опять затаскиваете в обсуждении внутренних проблем Украины. Я не политолог, я не могу комментировать с этой точки зрения. Я политик. А политик, в первую очередь, да, я тот политик, который заинтересован в будущем иметь хорошее отношение с Украиной, как с государством и с гражданами. Поэтому, что мне лезть в какие-то внутренние дискуссии, внутренние противоречия? Я, как политик, просто не могу себе этого позволить. Более того, я считаю, что мы вообще должны прекратить, ну, интересоваться мы должны, а как-то влиять, лезть, обсуждать то, что происходит внутри Украины, мы должны прекратить. Потому что Путин, в общем-то, своим вмешательством нас настолько уже рассорил, да, что я думаю, что нужно эту дискуссию вести внутри украинского общества. Ну, или политологов приглашайте. Я не политолог, а политик. Я могу давать только политический оценку. А вы не знаете, что... Мы будем приветствовать любого политика, любого президента, министра и так далее, который будет готов к диалогу с демократической частью России, да, который будет заинтересован в том, чтобы в России власть сменилась, и к управлению пришли люди, которые готовы были бы двигаться в сторону европейских ценностей, в сторону демократических ценностей. И в этом смысле нас мало интересует отношение внутренних элит украинских между самыми. Ну, это все. Я просто для себя хотела понять, за что ратуют Арестовича? За общение с демократической частью политикума российского или за установление какого-то соглашения с существующим кремлевским режимом? Вам понятно, о чем он говорит? Ну, я не очень сильно слежу. Насколько я понимаю, речь идет только о том, он же участвовал в каких-то оппозиционных митингах, форумах. Вот, то есть, очевидно, это враждебные для Путина структуры. Ну, подчеркиваю, мы будем рады, да, на наших форумах будем рады любому представителю украинского элитовича. Если бы у нас была бы возможность пригласить... На сегодняшний день. Ермака, подалека или еще кого-то, мы были бы рады, да. Вот. Насколько я понимаю, такие приглашения всегда рассылались, всем рассылались. Более того, я просто не знаю деталей. Недавно вернулся Марк Фегин, который тоже встречался, вел переговоры. Мы в таком сотрудничестве с Украиной, как с государством, да, заинтересованы. Потому что в будущем, в любом случае, нужно будет решать многие проблемы после Путина. Ну вот. Это все, что я как политика могу сказать. На сегодняшний день, какими вам видят свои сценарии разрешения войны в Украине? Их на самом деле не так много, от трех до четырех. Вот давайте мы сейчас поговорим, какой наиболее вероятен. Это все зависит от объема помощи. Ну, судя по тому, как идет дискуссия в Америке и в Европе, то наиболее вероятный сейчас, мне видится, сценарий, это когда режим внутри перегреется, там, я не знаю, закончить свое существование по разным причинам. Вот. Даже если это будет какой-то номенклатурный транзит, вместо Путина придет какой-нибудь из его даже команды. Вот. А я думаю, что война будет закончена. То есть, грубо говоря, если раньше я думал, что сначала победа Украины, ну, военное, да, поражение, военное, назовем так, военное поражение Путина. Как это будет выглядеть, это с точки, это может быть растолковано, так сказать, только гражданами России. Если граждане России сочтут, что Путин потерпел фиаско военно, да, значит, тогда этот режим как бы обречен. Раньше я думал, что вот такой сценарий наиболее перспективен. Сейчас я считаю, что может быть обратно движение, как раз именно когда внутри страны граждане поймут, что путинский режим преступный, что путинский режим затаскивает их, так сказать, в бездну, в изоляцию, под санкции, в нищету идет и так далее. Вот, и тогда какие-то процессы внутри страны будут происходить, которые закончатся сменой Путина на кого-то другого. Да, и после этого ни в элитах, ни в обществе не будет большого количества заинтересованных продолжать войну. Так что это нужно только Путину, да, для того, чтобы сохранять власть. Элитам это не надо, они все были встроены в западный мир, в западные сообщества, в мировую экономику. Гражданам, как мы видим из последних соцопросов, война тоже не нужна, 70% хотят, чтобы она закончилась. Здесь вопрос, все по-разному хотят, да, видят окончание этой войны, но то, что вот война не нужна уже 70% это факт. Субтитры создавал DimaTorzok